Одна из самых последних карт, которая появилась в Counter-Strike, переделанная в бывший CPL Strike, в нынешний DeMirage, с небольшими изменениями. И вот начинается игра, счет 0-0, обнуляем статистику и поехали. Как мы понимаем, что Агей на атаке, Na'Vi защищаются. И сейчас начнется довольно интересная игра. Итак, смотрим Mirage. Сегодня, кстати, по-моему, еще его нигде не было в парах. Так вот был Форж, был Тускан. И, ребята, после этой карты ожидайте полуфинал. Что еще один? Растартовали попросили? Все, поехали. Итак, начало. Начало матча. Na'Vi защите, Агейн атакует. Можно пожелать только удачи командам. Давайте смотреть за тем, что произойдет в пистолетном раунде. Хороший хэдшот. Зевс забирает Нео. Нео там супер прыжками пытался вылететь в план. Не получилось. И пока что ситуация плюс один для Na'Vi. Бомба установлена. Зевс второй минус делает. 5-3. Зевс может дать третий. Сейчас Маркелов ставит хэдшот. От 5-2. Минус от Паши. Минус от Зевса. Третий фраг. Кубин. 1. Минус от Маркелова. И раунд за Na'Vi. 1-0. Агейн поставили бомбу. Поэтому есть варианты какие-то у них. Один минус. Правда, все сделали минус Сеня. И первый раунд. Первый раунд за Na'Vi. Свинсер. На третьей решающей карте. Это последний четвертьфинал, который не был сыгран. Все три других полуфинала были сыграны. Со счетом 2-0. У нас, опять же, вышли в полуфинал. ДТС. Сыграют с Moscow Five. И Фатик сыграет с победителем пары. Агейн на то, Свинсер. Агейн. Ну что, Марик из дома пока что делает минус на мидлем. Забирает там Кубана. Зевс агрессивно в центре. Пошла инфа от Сени ковры Даня. Ну вот. Пока спокойно. Пока что только два фрага за два раунда у Гейн. Ну, смотрим. Смотрим. Сейчас будет, в принципе, веселый раунд. Все понимаем ситуацию. Агейн ставили бомбу и... О, как жестко сыграл Сеня. Кубан ответил сразу же. Моментальный размен. Смотрим. Вот он мидл. Забрал сейчас Лорд Зевса. Плюс один сейчас для Агейн. И в большинстве, в большинстве поляки. Оу. Как не попал Марик сейчас. Хотя казалось, что может попасть. Лорд. 4 в 2. Эдвард остается вместе со Астариксом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, разрывается бомба. Первый раунд для Агейн. 2-1. И попытались сохранить оружие. Сейчас два игрока на тот Свинсер. Ну. И, в принципе, давайте смотреть, что у них будет сейчас. Да, это будет борьба. Вообще, на самом деле, трудно сказать, вот... Вот что будет на Мираже. То есть, кому удобнее будет играть в атаке. Кому удобнее будет защищаться. Да, понятно, что... В принципе, атаковать здесь можно очень хорошо. Ну... Эдвард минус лорд. Вообще, в этом раунде, конечно, хорошо. Сейчас по позициям сыграли ребята из НАИ. Все попали. Смотрите, как хорошо. Сеня тоже попадает. Сразу выходит и с хедшота. Выходит и с хедшота. Причем каждый игрок дал. Очень важно для НАИ то, что они сейчас не потеряли экономику. И пока что доминирует на карте. 3-1. Защитим. Ну, по статистике мы можем посмотреть здесь... Да, действительно, 8 фрагов от Зевса. Без диффузов. Все очень жестоко. Один раз минус 2 и два раза минус 3 дал. Да, Зевс. Начал хорошо очень играть карту. Ну что, минус от Сарикса. Снова в большинстве парней. Из нами ТАЗ забирает Зевса. Сеня минус делает в коврах. И уже в большинстве НАТО с Винцер. Плюс один для них. Ну и вот теперь посмотрим, как Игейн будет комбинировать в меньшинстве. Пока все очень неплохо для украинской команды. Вот на третьей решающей карте. Конечно, выбила из клей вот эта вот машина. И одну, и вторую команду на самом-то деле. Еще много нервов пришлось потратить. Минус от Кубана. Вот важный фраг. 3 в 3. За контролем он. Поджим. Ну и вот смотрим, что сейчас будут делать команды. Так, еще минус от Кубана. Да что ж такое. Давайте смотреть, как попытаются сейчас разыграть этот раунд поляки. Могут они, могут они сейчас его и вытащить. Причем играя в меньшинстве. Ну, смотрим. Маркелов вместе с Есениным остаются вдвоем. Ну что ж, берут. Берут раунд Айгейн. Причем делают это по красоте. 3 в 4. И два красных у них было. Они смогли. Смогли. Потом Кубан, конечно, просто зацарил. Минус один, минус два. И все. Потом ребята из Нави не пошли на выбивание. Ну, наверное, из-за того, что, скорее всего, из-за девайса Маркелов. Ну, посмотрим. 3-2. Пока что все равно выигрывает Натус Винсер. Очень серьезная борьба начинается. Опять же, вот давление со стороны Айгейн экономическое на команду Нави. Ну и, в принципе, сейчас увидим, смогут ли Нави выдержать. Выдержать эти первые удары от польской команды. Первые ожесточенные раунды. Кстати, где Зерыч? Где мораль команды? Куда он делся? Ну, в общем, давайте смотреть. Короче, за... Вот я знаю, за кем. За вот этим парнем. Конечно, говорить информацию не могу. Но показывать буду все самое интересное. Зиас минус. Да, что ж такое? Хорошо, Кубан, конечно, поставил хэдшот. Зевс, но Даня там решил увести прицел. Почему-то налево проверить респаун. Ну, и вот сейчас, смотрите, минус от Даза. И война в это время на пленте у Эдварда. Он видел двоих игроков. Поставили бомбу. 3-3 ситуация. Очень важный раунд. Опять же, по экономике для ребят. Ну, давайте смотреть. Есть два минуса от Эдварда. В линии он дал минус 2. И знают, где был... Нет, где был, конечно, Кубан до этого. Но еще и видели. Минус от Маркелова. 3-2. 4-2. Сеня, конечно, придумывает новые извращенные способы поднять мораль. И счет 4-2. За командой НАТО Свинсер. Продолжение следует... Субтитры work. Ну что, в принципе, пока еще очень много времени есть у польской команды. Минуту 5 секунд. По-моему, даже особо перестрелок и не было у нас по началу этого раунда. Вот первый. Первый контакт. Таз минус с Сенем. Поймал Сеню на поджиме. И вот теперь Эгейн в большинстве. Поймал Сеню на поджиме. Поймал Сеню на поджиме. По-моему, стоит. 5-4 ситуация. Ну что, сейчас будет взрываться бомба. И вы видели, в принципе, всю ситуацию. В начале раунда Таз контролит Сеню на коврах, делает минус. У Na'Vi был в этом раунде упор ближе на центр и Б-плант. И там только один Маркелов находился на точке. Понятное дело, АВП в РСП закрывают дымами и флешками. Прошли на точку, агейн ставят бомбу. И Na'Vi даже не идут выбивать. Потому что очень сложно было бы в такой ситуации. Не нужно было идти на смерть и терять девайс. В принципе, все правильно. 4-3 в пользу команды Na'Vi. Это первая половина третьей решающей карты. И победитель будет играть полуфинал с Fnatic. Fnatic. Правда, вот не знаю, какой у нас из полуфиналов будет следующий по расписанию. Ну, я думаю, до этого момента нам нужно уже разобраться с четвертьфиналом. Последним. Гейн. Натус Винсер. Да, конечно, наверное, так вот будет вся половина идти вот такими долгими раундами. Потому что вряд ли будут бешеные аркады вот исполнять на этой карте гейн. Хотя, конечно, есть возможность. На самом-то деле, несмотря ни на что, можно здесь играть и быстро. Пока еще не так сильно прииграли эту карту. Ну что, первый минус от Сарикса. И вас сразу разменялись. Минус 2 от Сарикса. Это все на Б-планте. Все, он неплохо пока что разменялся. Плюс 1 для Натус Винсер. Минус от Маркелова. В большинстве, в большинстве сейчас на 4 в 2 ситуация. Минус от Сеня. Минус Нео. Ну и Таза 1 в 4. Остается. Мало времени у этого парня. Ну и, конечно, целая куча соперников. Таза минус Эдвард. Первый хэдшот. Идет дальше. Ух ты, минус Зевс. Но Сеня дальше был рядышком. И не дал, не дал Тазу зацепиться за раунд. 5-3. Вот в пределах двух раундов впереди Натус Винсер. И пока что, в принципе, это преимущество остается за командой всю первую половину. Ну, как бы, еще 7 раундов. Поэтому, я думаю, здесь все что угодно может произойти. Самое главное, что берутся раунды для Наю в защите. Хотя и гейн могут хорошо сыграть. Действительно, команда самая титулованная в мире. И команда, которая может сотворить любой камбэк и вообще вытащить любую игру. С ними шутки плохие. Вот, посмотрите, какая неудача здесь постигла Зевса. С гранатой его поймали. Минус от Сени, минус от Нева. Выходит Аплэнд. Минус от Маркела. Вот сейчас очень важный фраг от Барика. Три в три он делает ситуацию. Ну, и, в принципе, из-за этого фрага команда может выбивать еще с плэнд. И просто обязана. Минус от Эдварда. И вот теперь вдвоем остаются. Один Лорд против двоих. Против Старикса и Маркелова. Минус Маркелов. Один на один. Ну, конечно, Лорд специалист по таким ситуациям. И минус от Старикса. Отсиделся. Не показывался. 6-3. За командой Натус Винсер. Пока что действительно неплохо. Плохой группа оказывает на ее защите. Ну, тут и... В принципе, Агейн в основном играет медленный раунд. Мы даже всего лишь, по-моему, раз видели от них вот всякие различные там сплиты. А, три плюс два. И на Б такого мы даже не наблюдали. В основном все медленно очень. Позиционно пытаются играть Агейн. Пытаются растянуть они команду Нави. Но не слишком хорошо получается. Минус от Маркелова. Минус от Зевса. Минус от Эдварда. Остается у нас один Таз. И его уже нашли. Без шансов. Минус от Зевса. 7-3. Пока что... Пока что все неплохо для украинской команды. Уходят они в отрыв. Пять раундов остается. И... Пока вот Паша без фрагов. 1-8 у него. Не хватает его команде. Игейн. Зато у него 100% хедшотов. Один фраг и один с хедшотом. Продолжение следует... Маркелов. Поймал. Поймал кого-то в центре с ВП. Это был Лорд. Ну что. Вот теперь еще лучше. Для Нави они, конечно, очень уверенно как-то защищаются парни. Если честно... Я думал, что Игейн в атаке... Может получиться вообще все жестко. Но еще посмотрим, как Игейн будет защищаться. Посмотрим, на что способны Нави. Против этих парней. Сеня снова-снова в упор. Держит. Хороший хедшот. Очень жесткий. Минус Кубан вдвоем. Остается Нео Стасом. Эдвард минус Стас. Сеня минус Нео. Минус 3 от Есенина. 8-3. Да, тут, конечно... Не дать не взять. Хорошо играет Есеня. Ну и как бы... В это время за ними следят их будущие соперники. В принципе... И изучают игру. Вот сейчас вместе с вами. На карте Мираж. Старикс Эдвард с гранатой минус 2. Старикс минус 3. Ну, в общем, тут понятно. Эко под туннелю. 9-3 за Натус Винсер. И 3 раунда остается наиграть команду до конца. Пока что на Мираже действительно на Ави играет неплохо. Ну, тут разозлилась команда. Видимо, разозлилась. Паша делает фраг. Есть инфа. Где он находится? Кубен забирает Маркелова. Хорошая возможность взять раунд для команды Егейн. 5 в 3 ситуация на карте. Ну и, в принципе, пока что... Все складывается самым наилучшим образом. Для команды из Польши. Но... Все может быть. Старикс. Эдвард делает минус. Размен от Лорда. 2 в 3. Тас, Сеня, 1 остается против троих. Ну, и давайте смотреть, что будут делать парни. Минус от Лорда. 9-4. И 2 последних раунда. Остается у команд. Ну что, смогут взять ли Нави 10-й? Сейчас мы увидим. В принципе, конечно, по деньгам у них все замечательно. А вот непонятно, что... Что будет у Аги. Ну, я думаю, что тоже, скорее всего, польская команда также будет на оружии все эти два раунда. Ну, смотрим за продолжением игры. В принципе, конечно... Можно говорить, что у Нави появилось неплохое преимущество, но... Его нужно реализовывать. Вот. 9 раунда, конечно, хорошо, но лучше 16. И опять же, Гейн сейчас просто включает все свои дополнительные возможности. Ребята вот в такой ситуации, когда они проиграют, они обычно, ну вот, очень яркие моменты показывают. Игроки начинают вот очень круто стрелять в таких эпизодах. Ну, сейчас... Сейчас, в принципе, и увидим. Да, что решит легендарная польская пятерка. 9 раундов у Натус Винсер. 47 секунд у нас остается до конца раунда. В принципе, ну, Мираж не такая большая карта. Здесь, на самом деле, план близко находится. Можно очень быстро там оказаться в районе точки. Ну, смотрим. Смотрим за тем, что сейчас происходит на точке. Лорд минус Есенин. Это было под коврами. По-моему, мы видели Есенин, когда он туда уходил. И в большинстве гейн. Минус от Зевса. Да, не помогает сейчас в мидле. Неплохо сыграл. Ну, и 4 в 4. 4 в 4. Весь план в дымах. Бомба установлена. Ну, и смотрим, что получится при убивании у команды Натус Винсер. Еще какой-то дым подлетел. Здесь периодически вот подымляет кто-то точку. Минус от Зевса. По-моему, прошил он ящик. Да, нашел кого-то под коврами. Как мне показалось. И вдвоем. Старик сразу разменялся. Сейчас Паша минус Старикс. 2 в 2. Паша лорд. Маркелов Эдвард. Минус от Маркелов. Ой-ой-ой. 10-4 за Нави. Конечно, Марик вот... Ну, первого, ладно, прошил. Там инфа была за ящиком. Ну, просто с вертушки вот последний фраг это бешенство. Маркелов. Минус неу. Еще минус от Марика. Еще минус от Марика. Он просто разрывать начал. Вообще прет, прет хорошо. Сейчас Маркелов. Да, застается с лордом. Нет, минус. Маркелов. Минус 4. 11-4 счет первой половины за Нави. И нас ожидают через паузу в пистолетный раунд. Ну, конечно, Нави хорошо. Все проявили в защите. Отлично сейчас играл просто Маркелов. Немного посмотрим на статистику. И... Ну, обратим внимание на Сеня. У него 73% фрагов с хедшота. 11 фрагов. 8 по голове. Раз сделал минус 2 за раунд. Раз минус 3. Вот, заметьте, раунды 1 в 1 и раунды 1 в 2 на этой карте никто не брал. Там 1 в 2, 1 в 3. То есть ни одного клача не происходило. Вот лорд 4 раза сделал по минус 2. Зевс 3 раза сделал минус 3. Ну, и вот по фрагам, конечно, сейчас Зевс с Мариком... Ну, вообще вся команда Нави очень плотненько идет. Там 14 максимум, 10 минимум. То есть... Как бы... Вся команда играет. У Эйдварда и Нео там ни одной встречи на карте не было друг с другом. Они ни разу не перестреливались. За весь мираж, кстати. У Эйдварда и Нео. Конер-терроистской Поехали. Продолжение следует. 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 Сеня забирает Первого игрока Забирает второго Ну, контролит, контролит по джиму спины Пока что, в принципе, никуда и не бегут Нави все Все под их контролем 12-5 Минус от Эдварда Маркелова И тут не, он все-таки забрал Забрал Эдварда и знаю, где он находится При фаерам Маркелов Заканчивает этот раунд 13-5 За Нави Заканчивает этот раунд Ну что, уже целая минута остается, пока все настолько тихо, на карте и очень аккуратно Аккуратно играют Нави Понятное дело, цена очень большая Каждого раунда Минус 20, Аликс Ну, вы видели, опять же, все Ничего не мог говорить в этой ситуации Но отлично играет Сережа Взошел в тыл врага И, кстати, вот засада не получилась у команды Игейн А могло, на самом деле, все быть печально Вы видели там, как Люто стали Парни Зиги И, в принципе, там были и флешки И все что угодно могло произойти 14-5 Два раунда до победы Нави на Мираже И, в принципе, украинская пятерка все ближе и ближе К победе в этом полуфинале Эдвард Делает минус Паша отвечает Сразу же забрал он Даню Зевсом 4 в 4 ситуация Смотрим за выходом Как упал Эдвард на Кубана Очень жесткий минус И смотрим, как тут подействует Ваня неплохо Неплохо сыграл Зашел в точку Отфлешил И все Все пока четко Минус от Старикса Забирает он нового игрока Минус от Сережи Ну и еще минус от Старикса Да, Сережа улыбается 15-5 10 матчпоинтов Для Анатус Винсера И, по сути, 1 из 10 раундов нужно выиграть Нави для победы 1 из 10 Гейн нужно брать 10 Из 10 Ой-ой-ой, Маркелов минус Зевс делает минус Зевс делает минус Ну, продавили Продавили, продавили Конечно, очень важно Минус 4 Все, Лорда 1 Остается против четверых Дает Два минуса Дает И дальше Эдвард Добивает 16-5 Победа Натус Винсер И они выходят в полуфинал Ну что ж, друзья 4 команды Остается у нас на чемпионате Да, и смогли выиграть Мираж И, в принципе, остались у нас Москва 5, ДТС Фнатик и Натус Винсер Ну что ж, именно эти команды Разыграют Самый главный приз MSI Bita 2011 У нас небольшой перерыв Ну, пока пойдет реклама на стриме Я сейчас все-таки Кому-то должен подарить футболку Ну и вот как раз